Всем привет! Я в лифте. Ой, уже всё, выхожу. Быстро доехала. Снега ещё много в Москве. Не скоро растает. Хотя сегодня 16 марта. А снегу много. На улице очень холодно. Сейчас я покажу здание, где я была. Это Московский государственный музыкальный театр фольклора. Но я была в офисе, а не в театре. А сейчас я иду в метро. Вот в ту сторону вниз. У нас есть большое движение. Фреска. Ленин. Бабулька там стоит. Это станция библиотека имени Ленина. Поэтому и обличили его в плитке. Движение по этой станции было открыто 15 мая 1935 года. Представляете, сколько времени она существует. Самая, наверное, первая была. Мы идём на поезд. Ну, надо подскаживать. Рабни его горы. А здесь новые выставки. Представлены республикой Адыгеи. Вот эта бурка. Из овцы. Овечьи. Овечьи бурка. Народа здесь мало. И каждый раз что-нибудь интересное. Тут какой-то инструмент. Гармонь, что ли. А-а-а. Я не знаю. Музыканты тоже из дерева сделаны. Музыкальные инструменты. Я не знаю, что. Трещотки. Он написан. А это что такое? Ши-чи-пши. Музыкальный снучковый инструмент. Посмотрите, баран у него, дерево и хобский бонус. Ничего себе. Какой инструмент интересный. Часто они употребляли дерево написанное для производства посуды и мебели. Так интересно. А вот тут пошли костюмы. Это, наверное, девушки в родине, в базе видимости. Вон, как расшитое. Платье. Символ зелёный мир. Смотрите, красиво. Бархат, парча. Аппликация плетения. Красиво. А это что за работа? Панно. Мир, дом твой. Бархат, люрекс. Придумают. На бархате лешать. И вот так вот идёшь, в витрины. Видите? И там что-нибудь интересное. Вон, наряды у них какие красочные. Вон, какие наряды. Царица. Ну, ладно. Там ещё есть. Тут надо читать, смотреть. Там много чего написано. Интересно. Вот панно какое. Тоже выше-то. Тюльпаны. Бархат, золотая нить, золотой шитьё. Видите? И там наверху золотое шитьё. Злота швей представили. Ну, какие красивые вышивки. Веер. Бархат, золотая нить шитьё. А здесь что? Какой-то платок. Непонятный. Непонятный. Сейчас я почитаю. Вот отсюда надо смотреть на красоту. Смотрите, какая красота. А мне надо вот здесь. Иду по улице Льва Толстого. Вот точно. Смотрите, какой домик. Жёлтенький, старенький. Здесь в снегу сугробы, да, и стёкол. Прям старенький. Окна резные. Ставни. Не ставни эти. Да, ставни, да. Красота кроется в глубине. Не на центральных улицах. Смотрите, какой дом необычный. Вот это, да. Льва Толстого, 10. Что это такое? Это жилые поля, палаты Хамовного двора. Памятник культуры. Да, здесь район Хамовники. Вот это да. Здорово. 14-е здание. Тоже очень, очень оригинальное. Да? Вот мне надо в Яндекс.Такси. Посмотрите, какое большое здание современное укрылось на этой улочке. Сколько живут здесь тоже ни разу не было. А это кто? А, это крыши чистят. Сегодня целый день крыши чистят. От наледи. Вот мне в это Яндекс.Такси надо. Сейчас, сейчас. Вот конь здесь. Непонятный встречает. И куда мне идти? Яндекс.Такси. Не знаю. Там еще один конь. Вот он. Попоны его накрыли. Видите? Замерз беднязь. Какие офисы. Мне нужно вот во второй подъезд. Обратно иду совсем другую дорогу. С виду и не скажу, что это Москва. Главное, к метру выйти. Я решила скоротать. Не обходить по центральной улице, а пройти дворами. Да, выйду сейчас. Уже побыстрее. Парки какие там. Интересные. Это улица Садова-Чернокрязская. Тоже дом с альвами. Не скажешь, что Москва. Подумаешь, английский какой-то дворец. Ворота. Львы. Вон какие ворота-то массивные, красивые. А снега здесь почти нет. Весь вилдивлю. Сейчас вот впереди переход на ту сторону. И вот мое здание. Работают. Говорят, раньше в этом здании был детский сад. А сейчас коммерческие организации. Красота страшная сила. Помпезность такая. Как высотка смотрится. Шпиль уходит в небо со звездой рубиновой. На этой улице находится институт глазных болезней. Красивое здание историческое. Оно там сзади меня осталось. На той стороне. И народу здесь так мало. Хорошая улочка. Я на станции 1905 года. Вот хочу показать памятник. Какой монумент грандиозный. Видите? Как сделано красиво. Монументальная скульптура. Посвящается революции 1905-1907 года. Вот какой памятник здесь. И брусчатка. Я специально тут прошла. Показать. Вот. Ну ладно. А за памятником метро. Куда нам и надо. Пройти. Ой. Голубей тут сколько. Господи. Что-то Ксения Собчак. Кандидат. Установила. Палатку. Выборную. Агитационную. Ладно. Идем метро. Я уже дома. Как же я сегодня замерзла. Это просто какой-то ужас. Ветер холодный. 11 градусов мороза. И это 16 марта. Вот я потом прикреплю еще одно видео. Маленький кусочек. Какая была весна в 2014 году. для интереса. Для сравнения. Для сравнения. Ну когда? Когда же тепло придет? Просто невыносимо, как холодно. 10 марта. 10 марта 2014 год. Плюс 11. Все растаяло. Погода очень теплая. И дошло 3 белых плюсов. Все растаяло.